Почему Путин вдруг затеял накануне наступления? А что это у нас там ухает? Я наших слушателей прошу написать. У них там что-то не ухает. У меня нет. Хорошо, будем надеяться, что это только у меня в ушах. Ну вот пишите, если что. Мы с этим попытаемся что-то сделать. Может, Даша попытается что-то сделать. Ну так вроде перестало чирикать. А почему Путин затеял увольнять генералов накануне выступления? Страх, страх, еще раз страх. Других мотиваций нет. Это попытка все время ротировать свое окружение. Вы помните, то же самое была история полгода назад, когда он удалил Лаклина, потом обратно его реанимировал и назначил соответственно. Сейчас Мизинцева, дивного человека удалил. Но там, кстати, наверное, надо разбираться более глубоко в материальной составляющей. Он все-таки отвечал за головое обеспечение в качестве статуса замминистра. И с учетом того, что задержали начальника танкового обеспечения, который семь двигателей украл АТ-90 в южном военном округе. Извините, а зачем? Вы не знаете, Михаил, куда можно деть танковый двигатель? Я, конечно, понимаю, что у некоторых вот это самое, руки загребущие. Но просто вот танковый двигатель, это же все-таки не лампочку домой тащить. Он что, решил трактор его поставить и пахать? Да нет, почему? Можно продать в третьи страны. Ну, условно говоря, Ближний Восток, тот же Китай. Но можно продать. Двигатели всегда можно продать. Любую запчасть всегда можно найти, как продать. И мне кажется, что в России такие ушлые ребята. И особенно Каспийская акватория позволяет продать интересным странам очень легко, без всяких проблем. И, в принципе, жалко, конечно, что человек украл только 7 двигателей. Для нас было бы важно, если бы это было 70, а лучше 700 двигателей. Мы, конечно, желали бы ему большого успеха в деле, скажем так, эффективной демилитаризации танковых частей российской армии. Тем не менее, тем не менее, есть, мне кажется, вот в снятии генералов аспект материальный. Ну, с точки зрения, вы видите, что сейчас пробегаются по многим генералам с точки зрения проверки. Я имею в виду те, которые занимаются тыловым обеспечением, те, которые занимаются поставками чего-либо в армию. Мне кажется, там какие-то аудиты идут, потому что Путин, наконец-то, наверное, получил анализ от того, что оружия, как такового, не хватает. То есть, наверное, ему же долгое время рассказывали, смотрите, ну, Потемкинская деревня, любимое, как это, изобретение российского исторического процесса. Ему, наверное, всегда рассказывали, смотрите, у нас там арматы 14, у нас там Т-90-х столько, что просто завалить. Вот если уже вспомним, там, да, соответствующие мультфильмы детские, когда у нас этого молока завалить. Вот точно так же, вот у нас этих танков завалить, ему это говорили. У нас ракет просто валом, у нас всего много. А сейчас оказалось, что всего дефицит, снарядов дефицит, ракет тоже есть проблемы, кроме баллистики, которую надо переделывать. Да, ну, то есть, надо переделывать с формата земля-земля, формат земля, вернее, земля-воздух, земля-земля и так далее. То есть, и оказалось, что всего дефицит. И тогда у Путина две вещи. Первое, это страх, то есть, ему нужна ротация определенных генералов, которые находятся в оперативном управлении теми или иными частями, потому что они между собой начинают оценивать войну несколько иначе. И с другой стороны, наверное, он говорит, так подожди, если у нас везде дефициты, то кто за это отвечает? Ну, то есть, грубо говоря, две причины, других причин в этом не вижу. Ну, вот, кстати говоря, перед этими вольнениями Путин ездил на фронт, создавал ощущение, что, типа, вот он лично выясняет, перед этим он, он, или это как раз будет содержание моего вопроса, перед этим человек, неотличимый, похожий на Путина, ездил в Мариуполь, проверял, действительно ли там что-то выстроили. И у меня, естественно, и вопрос, потому что, когда я вот смотрю на этого человека, я думаю, да, вроде он ведет себя, как Путин, который демонстрирует, что, считает, что все его кругом обманывают, и ему надо лично посмотреть. Вот, например, на фронт этот человек, ну, не на фронт, 150 километров от фронта, ездил без Шойгу Герасимова, зато поговорил с Лапиным и Макаревичем, генералами. Но, соответственно, возникает вопрос, это все-таки Путин ездит или нет? Или это двойник? Да я сомневаюсь, да это мягко говоря, и наша разведка сомневается. Ну, какой Путин? Ну, у Путина свой формат жизни. Этот формат максимально изоляционистский. То есть, там люди на карантине находятся, прежде чем с ним встретиться, если это будет не онлайн-встреча. Он очень изолирован, он очень слабый человек, ну, имеется в виду, с точки зрения, опять же, возвращаясь к здоровью и так далее. То есть, он очень боится, вы помните, как он вел себя в наиболее острые периоды ковидной инфекции как таковой. Он практически в панике постоянно находился. То есть, человек, который боится стандартных гриппозных, парагриппозных инфекций. То есть, тот, который находится на расстоянии уже, когда, собственно, пандемия пошла на спад, и когда уже все там начинали снимать те или иные ограничения, он сидел за этим легендарным длинным столом, да, то есть, мемным столом. И, соответственно, он и сейчас проводит основную массу встреч с людьми, которые составляют его ближайшее окружение по видеосвязи. Из специального центра, ну, из тех комнат, однотипных, которые сделаны во всех его резиденциях. То есть, он, грубо говоря, с Патрушевым не встречается лично, но поедет встретиться лично с какой-то дивной, как это, сотрудницей ФСО, которая будет имитировать жителя Мариуполя. Но это выглядит же странно, правильно? Ну, то есть, невозможно, чтобы один человек изолировался от Патрушева, хотя там могут быть какие-то другие причины изоляции от Патрушева, я не готов это пока обсуждать, посмотрим чуть позже развитие сюжета и так далее. Но в то же время он готов приехать к неизвестным якобы людям куда-то в неизвестное место, которое является рискованным с точки зрения близости ведения боевых действий и вести себя, как будто он мачо. Но это же нонсенс, то есть не может же, ну, хотя, вы знаете, напомню, есть интересная книга и даже фильм есть с маковоем, да, Сплит, когда в одном человеке выживалось там 16 ипостасей, да, личностей. Может быть, мы имеем дело с такой личностью, да? Не тот случай, не тот случай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова